здравствуйте дорогие зрители у нас сегодня в гостях ярослав вольпин координатор движения эко рейд и так альметьевск татарстан предприятие которое где-то находится километров 30 от альметьевска называется эмеральд что с ним не так ну что с ними так ребята по полной программе нарушает продакана законодательства и мы к ним выезжали мы это все фиксировали и пытались привлечь их ответственность мы так понимаю там становится только вот эта куча огромная все больше и больше даже в кадр не вылезает до ребят занимается переработка нефти шламов и вместо того чтобы делать все по технологии они находят ничего лучше чем изображать вот эту всю переработку судя по результатам анализов которые мы получили и все эти нефти шлама продолжаю складировать на голой земле отравляя почву я так понимаю что после нашего после того как вы приехали им показали на нарушение закона они не то чтобы сразу бросились все исправлять они еще и написали заявление что якобы мы клерещим на ребята очень активно очень агрессивные если в прошлое наша поездка закончилась погоней когда они по всей видимости хотели изъять у нас есть видеоматериал отсняты чтобы никуда это не попало то в этот раз они пошли еще дальше они написали на нас заявление о клевете все что мы говорили это простые вещи мы говорили о том что так как они работают работать нельзя и наши слова подтвердила межрегиональное управление рост природного отзора которая туда выехала и все эти нарушения точно так же как и мы зафиксировала и вынесла ребятам предостережение но вот эти вот бумажки которые якобы были написаны по результатам проверки но это просто людям ну этому предприятию погрозили пальчиком и кали ну так делать нельзя ну что ж вы так это закон нарушаете ничего конкретного а прокуратура прокуратура местная она вообще кажется она вообще ничего не увидела так написала что мы ничего там не увидели куда не смотрели да если хотя бы роспроднодзор по всей видимости выезжал то почитав ответ прокуратурами сложилось ощущение что товарищи либо не были на месте либо они куда-то вообще в сторону смотрели потому что не заметить эту огромную кучу нефтешламов там мы просто невозможно я думаю что мы сейчас будем подключать все федеральные органы для того чтобы они научили своих коллег из региона работать если есть необходимость мы туда выйдем на место и вместе с ними им поможем выявить все эти нарушения и будем добиваться того чтобы все виновные были привлечены к ответственности у каждого нарушения закона есть свое имя и фамилия да и в данном случае мы поможем надзорщикам эти ими фамилию уточнить и вот эти вот их попытки обвинить нас в клевете точно не увенчаются успехом точно так же как и предыдущее заявление где ребята перечислили целый список того где они якобы считают что мы там где-то преувеличили где-то приврали где-то там еще что-то но по факту проверка прошла каждый довод был изучен и боже что оказалось на выходе все то о чем мы рассказываем в наших сюжетах все оказалось правдой и все что мы говорили о предприятии о его сотрудниках и о нарушениях все это имеет место быть а вообще на что они рассчитывали на что они надеялись они надеялись заткнута нам рот они очень хотели что чтобы дальше наши расследования выходили чтобы меня вся правда которую мы пытаемся донести до широкой аудитории чтобы она больше нигде не всплывала и чтобы потом не знаю итогом вот этой вот проверки нас привлекли к уголовной статье клевете сняли все наши ролики из интернета и пытались всячески все свои проблемы замолчать но не вышло ребята не вышло вот я побуду немножечко их адвокатом ну а вот хорошо видел эту кучу действительно такая впечатляющая ну что от нее может быть какие проблемы от нее могут быть в том что не зря сегодня есть нормы законодательства очень строгие которые эти ребята нарушают речь идет о том что если ты занимаешься переработкой и вообще обращением с отходами ты должен сделать все возможно чтобы не заразилась не вода не почва не воздух должны быть там не знаю специальные основания должна быть крыша и прочие прочие меры которые ограждают окружающую среду от воздействия этих отходов и если законом предусмотрено делать эти ограждения то их надо делать если ты наплевательски относишься к природе и к людям которые там живут ну значит ты будешь отвечать ну хорошо вот должно быть то что вот вы перечислили этого нет мы это видели почему то что за прокуратура вообще ничего не видит другие организации ну как то так вот грозят пальчиком но это же грубейшее нарушение почему ничего не делается кто тогда за этим стоит как показывает наша практика момент истины да что если такие отписки из такое поведение то за этим кто-то или что-то стоит кто-то ну скажем так с ресурсами местными которые ну просто люди не хотят вот эти организации не хотят связываться именно так или же у них там свой интерес именно так и по этой причине мы сейчас будем подключать все федеральные структуры для того чтобы навести там порядок это есть просто на местном уровне этого не решить на местном уровне купил по вот этим отписками konnten вынесли они вот это предостережение роспитроднадзор ночью плевали она и они на роспитроднадзор плевали они все эти предостережения вынесли они предостережения они как работали так и работают мы съездили И по новой все зафиксировали Как было, так и есть Как огромная гора этих отходов лежала на земле Так она и продолжает лежать Отравляя все вокруг Скажите мне, Ярослав, когда вы получаете Такие отписки, у вас руки-то не опускаются? Наоборот Еще больше азарта появляется Вот эти все вещи нас вдохновляют Чтобы снова туда выехать Чтобы по новой программе все зафиксировать Привлечь все возможные федеральные На этот раз уже структуры И наказать нарушителей Чтобы все знали, что от акарейда Невозможно спрятаться и скрыться Невозможно уйти от ответственности И мы сделаем все возможное, как я повторю Чтобы нарушители понесли наказание Предусмотренное законом А мы вам в этом поможем От ответственности не уйдет никто Как бы он не пытался спрятаться За вот этими отписками и бумажками Что мы здесь видим? То, что за 4 месяца вообще почти ничего не изменилось Вот эта вот бомба замедленного действия Все еще продолжает медленно тикать И она не стала меньше А только увеличивается в своих размерах Не заметить вот эту гору Но это очень сложно Мне кажется, ты рано или поздно Если там будешь ходить Просто упрешься вне лбом Даже без зрения И почему уважаемые сотрудники Из прокуратуры не могут Увидеть очевидные вещи И зафиксировать выпиющие эти факты Это, конечно, большой вопрос И это предмет для разбирательства Вашестоящих инстанций И я думаю, что мы И с генеральным прокурором И с коллегами следственного комитета Обязательно пообщаемся с господином Незамиевым И уточним Выезжал ли он туда вообще Если он выезжал, то что он там делал Если все все видят Кроме прокуратуры, которая первой должна была туда примчать Срочно И первым делом остановить то безобразие Которое происходит на глазах у всех Еще нужно разобраться, что они под этой кучей прячут Что там зарыто Не, я не удивлюсь, на самом деле Если вот эта переработка еще Служит просто каким-то прикрытием Потому что если внимательно посмотреть На состав вот этих отходов То видно, что помимо нефтешламов Там еще и строительные отходы Там еще и бытовой мусор Там какие-то пленки Какие-то пакеты Еще что-то То есть очень нужно быть Что под видом переработки нефтешламов Они еще и туда просто загоняют Какие-то другие виды отходов И всю эту историю пытаются Там благополучно скрыть Захоронить И на три круга нажиться Все это нам предстоит узнать И в ближайшее время мы обязательно вам расскажем Что на самом деле происходит в Алметьевске И как они могут вообще, не знаю Своей деятельностью позорить Чисто такого шикарного, красивого, замечательного города С чистыми улицами С большими перекрестками Где на улице нету ну ни одного Просто ни мусоринки Ни одного пакетика Ничего Просто город вылизан Сияет Благополучный, красивый, чистый город И вот такая бомба замедленного действия Сегодня находится возле Алметьевска И никто не знает В какой момент она взорвется В какой момент эта отравленная вода Дотечет до города В какой момент отравленным воздухом Начнут дышать жители И мало кто понимает Какую серьезную опасность Сегодня представляет Для окружающей среды предприятие Эмираль В Алметьевске вообще в Сатрасане люди пропадают За последние несколько лет пропало Где только сотни людей Если вообще мне кажется хорошо покопаться в этой куче Мне кажется там Можно даже кого-то найти из пропавших Да, мы здесь ни в коем случае не связываем Эти две истории Потому что я вижу Коллеги очень любят Хоть и в холостую написать заявление О привлечении нас По статьям уголовного кодекса К левете Это чисто наше предположение Мы так видим По крайней мере Теперь мы точно уверены Что все что выходит в наших сюжетах Все то что мы вам показываем И о чем мы вам рассказываем Действительно имеет место И все те нарушения Которые мы зафиксировали Они действительно есть И вместе с федеральными структурами Мы будем добиваться привлечения И наказания всех виновных